8 марта в этом году приковано к беседе самого знаменитого интервьюера Америки Опры Уинфри со сбежавшим принцем Британии Гарри и его женой Меган Маркл. Об уместности этого интервью спорят дома, на работе и в школе. Пока еще герцогам Сасакски им рекомендовали перенести скандальный эфир из-за состояния здоровья дедушки принца Гарри, 99-летнего принца Филиппа. Он перенес операции на сердце. Тем не менее, канал CBS, который заплатил 9 миллионов долларов Опре за эксклюзивное интервью, потирает руки, ждет рейтингов и никого слушать не собирается. Примечательно, что Меган и Гарри не получили за интервью ни доллара, по крайней мере официально. Зато полуминутный рекламный ролик в перерывах стоил 325 тысяч долларов. Цены не такие, как на Суперболе, но тоже неплохо. Вообще, Опра Уинфри является давним другом семьи, поэтому от нее не ожидали острых вопросов. Парочку самых очевидных она задала, но в целом общий тон интервью был настолько приятным и милым, что даже Дмитрий Гордон показался бы паре настоящей назойливой акулой. Итак, кратко о сенсациях. Как заявила Меган, титулы для нее не важны, она пожертвовала карьерой ради Гарри, а главный ее титул, это, конечно, мама. Кстати, они ждут девочку, чему очень рады и на втором ребенке планируют остановиться. Маркл рассказала, что во время ее первой беременности у дворца были опасения и разговоры о том, какого цвета будет кожа ее будущего сына, когда он родится. В нынешние времена новой этики, думая, именно эту цитату вынесут в заголовке все мировые СМИ. Маркл также призналась, что в 2019-м, после посещения королевского Альберт Холла, к ней впервые пришла мысль «Я не хочу больше жить». На фото с мероприятия она улыбается, но в душе пустота. Она обращалась к королевской семье за помощью, говорила с высокопоставленными чиновниками короны, но ей отказали в этой психологической помощи. «Вы не можете просто вызвать Убера в дворец и поехать в больницу. У меня не было даже доступа к собственному паспорту и ключам от машины», — сказала Меган. Она заявила, что ее мысли о самоубийстве были вполне реальными, и она даже боялась оставаться одна в комнате. Но посыл очевиден. Меган подчеркивает, что как-то не так с ней обращались не столько члены королевской семьи, сколько люди, стоящие над этим учреждением, и что монархия — это бизнес, подчеркнув, что сама королева всегда была с ней мила. По сути, в интервью ни Кейт, ни королеву, ни Уильяма Меган не трогает. Все вертится вокруг ее переживаний и того, что мы не представляем, что же творится за закрытыми дверями с виду успешных людей. Хотя, нет, представляем благодаря сериалу «Корона». Хотя иногда кажется, что истории Меган напоминают сюжеты знаменитого сериала, в котором она с удовольствием сыграла бы в следующем сезоне. Все ждали кровавых подробностей отношений Меган с Кейт, но та назвала Кейт хорошим человеком, правда добавила, что журналисты переврали новости, и однажды не Меган довела до слез Кейт, а наоборот, случилось это перед свадьбой с Гарри. Я говорю это не для того, чтобы кого-то унизить, потому что это была действительно тяжелая предсвадебная неделя, и Кейт была чем-то расстроена, но признала это и передала мне цветы и записку с извинениями. Про свадьбу сенсации тоже не было, разве что официально они с Гарри поженились за несколько дней до самой церемонии. Меган сказала, что вышла замуж по наивности в ее-то годы, и мало что знала о королевской семье. «Я не искала своего мужа в интернете», сказала Меган, добавив, что также не совсем понимала, в чем заключалась ее будущая работа. Что касается Гарри, то ему доверили две сенсации, раскрыть пол будущего ребенка и подтвердить, что до Мексита у него было три разговора с королевой и два с его отцом, и ни для кого он не стал сюрпризом. Однако новостью, даже сенсацией, стало то, что Чарльз перестал отвечать на звонки сына. Гарри подытожил, что отец и брат находятся в ловушке, а он из нее, наконец, вырвался. Правда, очень переживает, что нет у него охраны, и он вынужден заключать контракты с такими ненавистными ему СМИ, потому что с 2020-го он полностью лишился финансовой поддержки королевской семьи, даже того трастового фонда, что оставила ему Диана. «Я так горжусь своей женой, без сомнения она спасла меня», заключил он. И в целом он ни о чем не жалеет. Маркл же сожалеет лишь об одном, что поверила им, королевской семье, когда они сказали, что она будет под защитой. Но они с Гарри не просто выжили, но и процветают, а это, несомненно, чудо. Я думаю, что все то, на что я надеялась, произошло, и в некотором смысле это только начало. Это было похоже на целую жизнь со счастливым концом. Лучше любой сказки, которую вы когда-либо читали. Ну что, дамы и господа, как вам сказки от Меган Маркл? Впечатлены ли вы интервью, которое пиарили как самое скандальное за всю историю королевской семьи? А скандальных интервью, к слову, у королевской семьи было немало. Или вы все-таки разочарованы степенью откровенности? Оставляйте свои мнения в комментариях, а мы будем ждать реакции Букингемского дворца. Пока-пока!